МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Как живет и развивается советский район? Сегодня в нашей программе мы поднимем темы, которые волнуют многих жителей именно этого района и являются актуальными на сегодняшний день. Это тема ЖКХ, благоустройство, ремонт, работа с вращениями граждан. Я представляю гостей в студии Вадим Александрович Бородин, глава Советского внутригородского района городского округа Самары, и Петр Петрович Барсуков, председатель Совета депутатов Советского района городского округа Самары. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Вадим Александрович, первый вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, ну вот во всех районах нашего города Самара имеется определенная специфика, и я уверена, что в Советском районе она также есть. Вот расскажите, пожалуйста, что отличает именно Советский район от других? Ну, Советский район, во-первых, он является самым старейшинным, будем так говорить, самым старым районом. Это возраст образования 1939 год. В 1939 году был образован Молдский район, потом он плавно перешел в Советский район, а в 1919 году мы спразднули 80-летие. Ну и, конечно, в те времена он считался промышленным центром города Самара. Действительно, на территории района расположено было большое количество промышленных предприятий. Сейчас некоторые предприятия, конечно, уже не работают, частично закрылись, но все равно мы можем считать себя по праву именно промышленным центром города Самара. Петр Петрович, а почему вы решили стать депутатом районного совета? Ну ведь, по сути, это очень большая общественная нагрузка. В чем смысл привлекательность депутатской работы? Ну, и в советское время, и сейчас эта общественная нагрузка, ну, совсем никак не оплачиваемая. Согласен. В основном там энтузиасты. Ну, у меня очень большая общественная нагрузка, помимо депутатского, у меня есть много, я вхожу в общественные советы и при губернаторе, и в городе, и в департамент транспорта, и в министерстве транспорта. Общественная работа мне очень нравится. Мне нравится, что, скажем так, без каких-то, ну, скажем так, административных ресурсов удается решать вопросы. Нахожу диалог с жителями Самары. Многого сам не знал, научился. И жителям советского района много объясняем, учим, как жить в нашем районе, как в каких-то программах участвовать там и так далее. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Вадим Александрович, как на сегодня развивается советский район? Ну, во-первых, мы действительно с советскими, с депутатами нашего районного совета, в том числе Петр Петрович у нас, как председатель Минсовета. Вот. Мы сейчас строим планы на будущий год по благоустройству нескольких территорий. То есть в следующем году мы обустроим в рамках программы КГС именно четыре двора. В этом году мы сделали два двора, в следующем году мы сделаем их четыре. Вот. Плюс подали мы заявку на, в город на благоустройство территории именно сквер экономистов. Была у нас комфортная городская среда, общественное пространство голосования. К сожалению, нам не хватило немножко голосов для того, чтобы выиграть. Но мы просим дополнительное все-таки финансирование для того, чтобы сквер до пересечения Блюхера в Советской Армии был благоустроен. В этом году у нас провели работы городская администрация по ремонту дорог. У нас были выполнены такие знаковые улицы, как улица Аэродромная, улица Партизанская и, конечно, улица Промышленность, которая тянется не только через наш район, но и через железнодорожный район. Два года назад сделали к юбилею Дня Победы, конечно, сделали нам улицу Победы, конечно, ее приукрасилась она, выложили плиткой, конечно. Ну, это тоже знаковое такое место. Улица Победы, 75 лет Победы, поэтому, ну, это очень такое знаковое получилось событие, открытие, вот. Ну, дальнейшее развитие, конечно, именно района, именно благоустройство района, конечно, зависит все от финансирования. Но, еще раз говорю, мы плотно работаем с жителем, плотно работаем с депутатами. У нас очень слаженная команда. Выезжаем во дворы, встречаемся с людьми, узнаем, что люди хотят, и от этого уже строим планы, конечно, на будущий год. Но результаты не заставляют тебя долго ждать, соответственно. Совершенно верно. Петр Петрович, вот вы депутат районного совета, председатель. Скажите, а вот какие проблемы все-таки в советском районе, на ваш взгляд, и что удалось выяснить именно от жителей? Ну, проблемы у нас общие, они примерно одинаковые везде. Это, конечно, дороги, ЖКХ, благоустройство дворов и так далее. Ну, первое, что удалось понять и выяснить, что жители, очень многие, не знают, а что делать во дворе и как. Они даже не знают, что у нас есть такая программа, как конструктор твоего двора, содействия и так далее. Вот это удалось до жителей донести, и теперь даже некоторые дворы готовы участвовать в содействии, где совместно идет финансирование области, района и жителей. Ну, и, соответственно, конечно, вы подсказываете жителям, да даже тот набор документов, которые необходимо принести, куда принести, ну и, соответственно, как участвовать. А вот твой конструктор двора-то вообще интересный. Можно каждый год участвовать в этой программе и благоустраивать свой район. Вот жители многие не знали об этом. Спасибо. Отдельная часть жилого фонда в Самаре – это дома, которые возводились в послевоенное время. Каждый из них имеет свою историю и даже название. Большинство таких строений именуют сталинками, и располагаются они либо в историческом центре областной столицы, либо в районах, которые в доперестроечное время считались заводскими, то есть рабочими. К примеру, десятки подобных домов находятся в Советском районе Самары, имеют свой отличительный стиль, построенные квартиры своих долгожителей. Впрочем, нужно признать, несмотря на всю внешнюю красоту строений, состояние внутренних коммуникаций и внутридворовые пространства в таком жилом фонде нередко оставляют желать лучшего. Наша съемочная группа побывала во дворе домов 79 и 81 по улице Свободы и готова рассказать, как решаются коммунальные вопросы в домах старой постройки. Посмотрим сюжет. Своя исключительная история, стиль уютный двор и широкие дороги. Внешне нет намека на то, что дом 79 по улице Свободы исполнил 65 лет. Сначала здесь проживала бабушка, рассказывает Евгения Гавриченко, затем родители, теперь жительница Сталинки сама собственник жилья, а потому уже серьезнее приходится вникать в существующие коммунальные вопросы. Делится девушка и отмечает, все проблемы решаются коллективно, жильцами, совместно с управляющей компанией и районной администрацией. К примеру, недавно жители домов 79 и 81, эти строения располагаются в одном квадрате, попросили отремонтировать внутриквартальный проезд. Ее сделали в 1956 году вместе с этими домами нашими чудесными, и вот с тех пор ее даже, наверное, ямочно не ремонтировали. То есть она была в ужасном состоянии. Очень приятно, что при первой же возможности двор, который действительно нуждался в ремонте, его отремонтировали. На просьбу жителей оперативно отреагировали ответственные за содержание внутридворовой территории. Полностью заменили асфальтовое покрытие, установили бордюры, увеличили количество парковочных мест. Все работы провели по дизайн-проекту в согласии с жителей. С жителями мы неоднократно встречались, прежде чем начать работу, с проектом выходили сюда, и все замечания и пожелания жителей были очень ценные. Потом в процессе, когда зашел подрядчик, мы тоже сюда приезжали, депутатский контроль был, что делал неправильно подрядчик, как. Здесь очень хорошие жители, активные, они участвовали во всех процессах. В прошлом году активные жители домов 79 и 81 по улице Свобода уже принимали участие в программе «Твой конструктор двора». Разработали план, подали заявку, составили дизайн-проект и воплотили мечту в жизнь. Пространство преобразилось буквально за несколько дней. Во дворе появились горки, качели, турники и зоны отдыха для взрослых. Останавливаться на достигнутом активисты не планируют и уже готовятся принять участие в губернаторском проекте содействия. Они будут подавать документы, хотят еще детскую площадку немножко благоустроить, хотят небольшие там моменты с освещением исправить, хотят посадку деревьев осуществить, поэтому люди не останавливаются. Они живут здесь и довольно-таки активничают. Впереди большие планы. Они коснутся не только обновлений уже существующих объектов. С наступлением весны жители 79-го и 81-го домов по улице Свободы планируют разбить во дворе клумбы, высадить деревья и кустарники. Вадим Александрович, следующий вопрос к вам. Мы знаем, что у администрации района очень много направлений работы. Вот давайте обсудим самую волнующую жителей – это сферу жилищно-коммунального хозяйства. Скажите, как вы оцениваете состояние ЖКХ в советском районе вот именно на сегодняшний момент, на конец 2021 года? Ну, тяжело дать какую-то либо оценку там именно системе ЖКХ на территорию района. Вы предыдущие правильно сказали о том, что действительно район у нас самый старый, и у нас 70% – это дома до 69-го года постройки. Это у нас и сталинки, и хрущевки, и двухэтажки. Есть дома, которые строились хозспособом и строились именно заводчанами. Но действительно на территории района сейчас в данный момент работают управляющие компании, которые ответственно все-таки относятся к данным своим домам, к жителям. Поэтому у нас изменения, конечно, в лучшую сторону. Я могу судить это по прошлым годам с печально известной историей по работе управляющей компании ЖКХ, которая в один прекрасный момент бросила просто все дома на произвол судьбы. Мы вынуждены были принимать участие, активное участие с жителем, переводить дома в другие управляющие компании. Не переводить, а помогать жителям в выборе той или иной управляющей компании, которая действительно будет работать на благо района. Сейчас мы выровнялись в этой ситуации. Жалоб поступает, скажем, у него все меньше и меньше. Это говорит о том, что управляющие компании работают, а значит и сфера жилищно-коммунального хозяйства на территории района, она немножко подправляется. Конечно, много еще предстоит сделать, много работы еще. Я еще раз повторю, что 70% это дома до 1969 года постройки. Поэтому нам с ними еще работать, работать и работать. Но благодаря жителям мы не только благоустроим, но и какие-то некоторые моменты внутри домовых систем все-таки сделаем. Петр Петрович, как вы совершенно справедливо заметили, 90% населения у нас не знает, кто за что отвечает, к сожалению. Но вот оттуда и мой вопрос. Скажите, вот все-таки задача у депутата объяснить, куда позвонить в данном конкретном случае, а еще в чем состоит ваша ежедневная забота, ваша работа? Естественно, в содействии решения вопросов наболевших жителей. На приемы приходит очень много жителей с разными проблемами вплоть до трудоустройства. У кого-то там ЖКХ лишние деньги берут, вот эти же управляющие компании. И иногда жители заблуждаются, где разграничение, что должна делать управляющая компания, за что отвечает сам собственник квартиры. Вот такие вопросы доносим, конечно, до жителей и объясняем, куда, чего и как. Вот Вадим Александрович рассказал про историю управляющих компаний, когда были трудности. Вот вы помните, как это было и помогли ли вы жителям выбрать именно добросовестную управляющую компанию? А ведь от этого зависит комфортное проживание жителей в доме, в районе. Да, да, Вадим Александрович правильно сказал, такая проблема есть, существует, и она по сей день еще немножко в некоторых домах она есть. Когда управляющие компании не выполняют свои обязанности, естественно, с такими жителями мы встречаемся, говорим, какие компании более-менее нормальные, с какими можно работать, которые добросовестные, вас не обманут, ваши деньги никуда не уйдут, будут использованы, естественно, на обслуживание дома и так далее. И сейчас этот процесс все еще идет, и все равно же, когда компания этой не стала, появились не все добросовестные компании были, и по сей день там у нас где-то 2-3 компании в районе не очень хорошие. Вообще район обслуживает порядка 57, наверное, компаний. На данный момент у нас 62 компании зарегистрированы, но мы говорим о том, что более крупные компании, их всего 17 компаний, которые там больше 5-10 домов обслуживают. Понятно, что взяли по одному дому, конечно, не зная, как по выживаемости, но еще раз говорю, мы в ручном режиме решаем эти вопросы. Компании новые, некоторые попытались взять дома, попытались зайти в этот, будем так говорить, это все равно бизнес. Да, есть такие. Не справились, не сумели, подправим, поможем, подскажем, жителям подсказываем. Существует городской рейтинг управляющей компанией, поэтому мы же до жителей его доводим. Конечно, в любом случае выбор той или иной управляющей компании, он, конечно, остается за жителями. Но мы с своей стороны вместе с депутатским корпусом, конечно, оказываем содействие, подсказываем. Вот, кстати, к вопросу подсказываем. Скажите, нужно ли и куда обратиться, в совет депутатов, либо в администрацию? Ну, вот стоит проблема выбора управляющей компании позвонить, прийти, может быть, на личный прием, спросить, вот какой алгоритм действий и нужно ли спрашивать у власти, когда определяешься с управляющей компанией? Ну, наверное, не спрашивать, а советоваться, наверное, с властью. Поэтому у нас мы всегда открыты, мы выезжаем на места, люди к нам приходят, у нас есть, ну, часы приема – это одно, но отдел жилищно-коммунального хозяйства и депутатский корпус, они принимают ежедневно, в любое время. Тот человек, который к нам пришел по той или иной причине, за той или иной просьбой, советом, мы в любом случае примем и не откажем. Не будет на месте меня, примет один из заместителей. Не будет на месте Петра Петровича, примет один из депутатов, который в данный момент находится поблизости. Все равно мы к каждому человеку относимся с душой в любом случае. Мы все посоветуем, все расскажем, все подскажем. Ну, отдел ЖКХ, администрация района, которая непосредственно отвечает за благо жителей, курирует эти вопросы. Конечно, он в теме, он знает, где что происходит и какие компании. И в любом случае мы все оказываем содействие. Ну, и неизбежен выезд на место, конечно. Если на том или ином доме, конечно, проблемы с управляющей компанией, я лично, депутаты, замы, выезжаем на место и пытаемся решить на месте. К сожалению, приходится прибегать к таким нюансам. Мы говорим о том, что есть компании, немножко, вроде работают, поправляем, но где-то у них все равно замечания существуют. Приходится в ручном режиме разруливать ситуацию. Ну, без этого никуда. Петр Петрович, когда вы возглавили Совет депутатов, скажите, пожалуйста, что вы сделали в первую очередь? Познакомился со всеми депутатами, которыми. Естественно, всех обязал, чтобы они прошли по своим территориям, познакомились со старшими домами, чтобы сделали, грубо говоря, актив своего избирательного участка. И, естественно, я даже периодически принимаю участие в приемах депутата, как и очень часто жители обращаются ко мне, как к председателю Совета депутатов, решаем совместные вопросы. Ну, конечно, первая задача была, это познакомиться с жителями района после избирательной кампании, уже выйти на место со старшими домами, определить актив дома, кто в чем участвует, как те же конструкторы двора, содействие там, как, что мы будем дальше жить и взаимодействовать с администрацией, и решать вопросы района. На сегодняшний день удалось познакомиться со всеми? Со всеми. Что говорят жители Петра Петровича? Вы знаете, в этом году мы прошли практически все дворы, была большая избирательная кампания, две кампании у нас было. И в основном жители настроены доброжелательно, за исключением домов таких, которые ветхие, конечно. Там очень тяжело живется людям, понятно. Но это у нас там и ветхое жилье, есть программа потихонечку в районе и в городе. Это решаются вопросы. И, ну, наверное, все. Не все сразу, но постепенно процесс работы идет. Нередко для того, чтобы добиться решения своей проблемной коммунальной истории, жители идут на крайние меры. Одни отказываются от ТСЖ и переходят в управляющую компанию, которые пытаются добиться справедливости при помощи обращений, а третьи и вовсе приходится менять одну управляющую компанию на другую. Так, к примеру, произошло в советском районе на улице Победы. Жители 92-го дома много лет просили управляющую компанию разрешить трудные вопросы, связанные с содержанием дома, но результата так и не добились. В итоге решение большинства управляющей компанию решили сменить. Был ли в этом толк и что изменилось в доме с приходом новой управляющей компании, расскажем в нашем сюжете. Заменили окна, отремонтировали фасад и обновили архитектурные элементы в стиле Ампир. Ремонт 92-му дома по улице Победы требовался давно, рассказывает Вадим Пестряков. Зданию более полувека, а стало быть, существовали проблемы не только с износом внутренних коммуникаций. Необходимо было привести в порядок кровлю и обновить фасад. На предложение жителей в прежней управляющей компании лишь разводили руками и ссылались на нехватку средств. Общим решением совета дома УК решили сменить, после чего коммунальные проблемы стали оперативно решаться. Мы очень рады, что у нас сейчас такая управляющая компания, которая вот именно слышит, какие проблемы есть на доме, и, соответственно, вместе, я думаю, мы эти проблемы все со временем решим. Благодаря новым оконным конструкциям в подъездах дома стало теплее. На подоконниках появились цветы, за которыми активно ухаживают жители. А фасад вновь приобрел когда-то потерянный лоск и радует горожан необычной стилистикой. В каждом подъезде выбрали старшего. Он поддерживает связь с управляющей компанией и администрацией района. Все предложения по улучшению жилфонда оперативно передаются ответственным за содержание МКД. Все претензии, которые есть у людей, общаются напрямую, что ускоряет процесс выполнения заявок и процесс выполнения работы. Налажен контакт, и мы работаем достаточно плотно. Свои обращения жители 92-го дома по улице Победы предпочитают публиковать в социальных сетях. Так проблема решается оперативнее. В планах будущего благоустройства, организации детской площадки и зон отдыха для горожан. Сейчас самарцы активно изучают программы по улучшению дворов и территории областного центра. Свои предложения и дизайн проекта по улучшению пространства обсудят с районной администрацией в самое ближайшее время. Вадим Александрович, Савицкий район один из старейших в Самаре. У него, конечно, очень богатая история. Он является центром географическим, но и в то же время накладывает свой отпечаток на состояние коммуникации. Расскажите, пожалуйста, какие работы были проведены в 2021 году вот именно в этом направлении? Ну, в 2021 году, конечно, у нас очень грандиозные работы были проведены по замене теплотрасс. Мы, компания Т-Плюс, в этом году по 8 адресам переложил порядка 11 километров тепловых трасс. Вы знаете, это, ну, наверное, грандиозное такое событие для района, поскольку, ну, прошлые года на этих местах постоянные порывы, постоянные отключения. Как только мороз опустился, надеюсь, все, началось у нас порыв, отключение, включение, перезапуски. Ну, благодаря, конечно, вложениям Т-Плюс у нас, я думаю, по данным адресам мы больше зимой не вернемся и людей не оставим без коммунальных услуг. В прошлом году было переложено 8 километров, в этом году уже 11 километров. А общий километраж какой? Общий километраж составляет порядка около 150 километров, потому что, ну, все теплотрассы, которые питают даже другие районы города, проходят через наш район. Ведь на Кирово находится Самарская ТЭЦ, Безыменская ТЭЦ, Безыменская ТЭЦ. Оттуда идут теплотрассы и уже транзитом проходят через нас. Центральная отопительная котельная, которая находится на Блюхере, также теплотрассы проходят через наш район. И питают такие районы, как Октябрьский, уходят в железнодорожный. Поэтому нам, у нас наличие коммуникации, конечно, в городе очень большое. Но все равно, еще раз говорю, грандиозный проект ТЭЦ, 11 километров в этом году, это, конечно, дает о себе знать, конечно, в зимний период. Да, было причинено некоторое неудобство, потому что вскрытия происходили по два, по три месяца, жители, конечно, жаловались. Но все равно у нас большинство жителей понимает прекрасно, что один раз сделают и больше уже много-много лет к этому моменту не вернутся. И люди будут спокойно жить, спокойно, с теплом, с горячей водой. Большинство людей, конечно, понимает. Ну, всякое было, выезжали также на жалобы. Но я всегда говорил, когда что-то усовершенствуется, что-то реконструируется, что-то ремонтируется, ну, надо просто потерпеть. Мы прекрасно с вами помним подготовку к чемпионату мира, да? Весь город был перекрыт, но, однако же, какое наследие нам осталось? Это красота, красивые улицы, красивый стадион, красивые обустроенные скверы, парки. Ну, этого стоило потерпеть для того, чтобы получить именно красоту. И здесь то же самое. Вы сейчас напомнили, сразу такие, да, в памяти всплывают яркие краски, моменты. Да, было здорово, конечно. Конечно. Петр Петрович, и все же, возвращаясь к работе с населением, скажите, первый вопрос, активные ли жители проживают в Советском районе? И все-таки с какими, в основном, вопросами обращаются именно к вам вот такой, если обрисовать дайджест проблем? В основном благоустройство двора, с этими проблемами обращаются жители. Скажу сразу, не все жители активны. Есть дома, в которые приходишь, которые как раз не знают ни про какие программы и прочее. Они приходят и начинают, вернее, приглашают во двор. Нам, может быть, их все устраивает? Нет, они сразу говорят, а сделайте нам то, а сделайте вот это. Я говорю, все очень просто решается. Есть такая программа, ничего делать не надо. Надо собрать пакет документов, сдать, поучаствовать в корпусе. Вы получите такое определенное количество денег, что можно сделать, какие-то тротуары сделать, ограждения, лавочки поставить, озеленение можно сделать. В этой программе можно каждый год участвовать. Некоторые, а, да, и начинают с удовольствием заниматься. Начинают заниматься, да, вовлекаются программой. А некоторых не сдвинешь. Бывают такие дворы, когда приходишь, а там конфликт между жителями. Одни вот валют все на администрацию, на депутатов, что ничего не да, другие, наоборот, активные. И когда начинаешь им объяснять, они уже начинают мириться. И уже получается конструктив, да, они уже движутся вперед, решаются вопросы. Хорошо. Вадим Александрович, какие первостепенные задачи перед районом стоят сейчас? Ну, наверное, все связано полностью с благоустройством. Действительно, у нас именно ремонт дорог, он нам необходим. У нас 357 дворов находятся на территории района. А одно дело, это программа КГС, у нас 81 заявка, там, это мы комплексно заходим во дворы. У нас многие дворы требуют именно благоустройства. Люди обращаются, это дороги, это нехватка парковочных мест. Мы прекрасно понимаем, что в послевоенные годы в одном доме была, ну, дай бог, одна машина, да, там, ну, где-то даже позже, там, ну, 2-3 машины на один дом. Сейчас мы смотрим, что сколько квартир в доме, столько и машин находится во дворе. Конечно, их ставить негде. Поэтому первоочередные задачи, конечно, у нас благоустройство внутри дворовых территорий. Все-таки одно дело общедоступное пространство, общественное пространство, дороги, скверы, это люди выходят гулять, отдыхать. Но человек приходит домой, ему приятно глаз увидеть, он здесь живет, он должен выйти, у него должно быть хорошо, машина где-то рядом стоит, дети где-то рядом играют, если такая есть возможность. Поэтому все-таки, наверное, взглянуть каждому человеку в душу, посмотреть, что же все-таки его волнует, и налаживаем диалог с жителями, и пытаемся решить все вопросы. Но ведь работы по благоустройству в 21-м году проводились. Скажите, сколько удалось благоустроить территорий? В 21-м году мы благоустроили две территории, одна из них, ну, две территории по программе КГС. Это у нас получился один двор большой, это у нас 22-го партиезда 46, мы там сделали комплексно, конечно, двор получился почти на 9 миллионов, он красивый, со спортивной площадкой, с детскими площадками открывали, с праздником жители нас благодарили. Конечно, они такого никогда не видели, ну, будем так говорить, даже не ожидали, что так вот можно украсить именно дом. И второй двор, это у нас Победа 92, также в этом году, там не делали детскую площадку, они просили увеличить количество парковочных мест, мы говорим, дом большой, и нехватка, именно волновало людей, именно нехватка парковочных мест. Плюс по программе асфальтировки дорог, именно внутриквартальных дорог, в этом году мы сделали 21 адрес. 21 адрес, это тоже довольно-таки приличное количество, все-таки выделяемые средства с каждым годом из областного бюджета, а именно из Минтранса растут. Поэтому мы стараемся охватить все территории, которые, значит, пришли в негодность. Все-таки, еще раз повторяемся, район-то старый, поэтому все-таки у нас очень много вопросов именно по ремонту внутриквартальных дорог. Это и твой конструктор двора в этом году сделанный, 28 адресов мы сделали. Опять же, делали не мы, делала инициативная группа жителей этих дворов. Молодцы, красавцы, проголосовали, сделали, выполнили и выполнили у себя работы, которые им по душе. Это все делается то, что хотят жители, все то, что они пожелают. Администрация района оказывает только консульционные такие училищи. Причем они активно участвуют от проекта, когда заходит, уже подрядчик делает, тоже активно, и когда сдает. Все это цепочка, и нас тоже приглашает, и администрация выезжает с нами, мы все это смотрим, контролируем. Те недочеты, где подрядчик что-то не так делает, всегда исправляются. И помимо дорог, там еще очень сделано много парковочных мест в дворах. Это очень здорово, потому что порой даже скорой помощи заехать не могут в дворы. Петр Петрович, то есть вы хотите сказать, что реально депутатская деятельность и деятельность, разумеется, администрации Советского района отражается на качестве жизни людей? Конечно. Вот этот момент мы можем, наверное, посмотреть при встрече жителей, потому что как отражается, как вообще изменяется мнение жителей в сторону власти, как жители меняются в положительную сторону. При рассказе о тех иных программных проектах жители, конечно, многие знали, многие говорят, да нет, не получится. Когда мы пытаемся людям объяснить, что это реально, что это выполняется, когда мы приглашаем на те дворы, которые уже по программе сделаны, ну, конечно, меняется мировоззрение у самого человека. В этом году также, вот, забыл сказать, мы сделали по два адреса, мы сделали по программе именно содействия. Это программа, которая курируется лично губернатором Самарской области Дмитриевич Азаром, которая была создана для того, чтобы жители свое видение, свое какое-то желание, они воплотили в жизнь. Она предусматривается финансирование либо трудовой части от жителей. И, конечно, мы приглашаем, когда открываем такие площадки, мы приглашаем жителей соседних дворов, соседних домов, приглашаем, говорят, вот, смотрите, вот, смотрите. А ведь это сделать реально. Да, это реально сделать. И люди понимают это. И на следующий год у нас уже подали, в этом году была подача заявок на следующий год, и у нас уже четыре адреса подали полностью в программу содействия. Поэтому все-таки жители надо, вот, я не знаю, как-то вот мы объяснить, может быть, как бы поддвинуть, подтолкнуть, и тогда у нас получается... Конструктивная работа, в том числе и с населением. Ну что же, наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за очень конструктивную беседу, и ответы ваши были, конечно же, исчерпывающими. Спасибо вам большое. Ну а чем более открыта и доступна власть для населения, тем эффективнее она работает. Вы смотрели программу «Совет моего дома». Спасибо вам большое. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!